Субтитры делал DimaTorzok Рагнарог близок Проходим через последние ряды гномих войск, которые, вопреки мнению Одина, все еще не разбежали страхи О, старый знакомый, какими судьбами? Может не надо, а? Ну ладно Добегаем до крымского моста, который тут же разъебывается с катапульты Сука Поэтому нам приходится идти над обрывом по старой, сука, доске Да я ж пошутил Уничтожаем последние отряды гномов и попадаем в замок Локи Тут нам встречаются старые знакомые скелеты, которые, наконец-таки, валятся всего с пару ударов Ведь мы имеем с собой убершашку Да и сами неплохо подкачались Но рона не была бы рона, если бы она не выкинула какой-нибудь, сука, фокус Замечаю, как один из мертвяков прыгает в зеленую жижу А потом, выпрыгнув из нее, становится, сука, убер-скелетом Дамажит эту хрень знатно Но, в отличие от чередня скелетов, голову рубить этой твари не надо Мне удалось еле как уничтожить эту сволочь Что ж, враги новые, меры да старые Прыгаем по клеткам, когда их опускают в лаву Снова прыгаем по клеткам вдоль моста Встречаем башку Кодина Та говорит, мол, здесь мой фокус не работает, разберусь я сам И мы такие, ну ладно И тут на нас вылетают огромные сука ебаки Которых берет только новый коронный фокус С ровной магией прямо в жбан Пробегаем в коридор, где нас пытаются шлепнуть по жопе Потом ебнутый лабиринт, где я методом тыка прошел его Слушай, ехидный Слушай, ехидный, ржак и шлоки, при выборе неправильного пути Лабиринт легкий, его могло бы пройти даже девочкой лет десяти Не в обиду маленьким десятилетним девочкам, которые смотрят это Однако шарм у этого места определенно есть Да и вообще, это глоток свежего воздуха после душных битв Один Одноглазый Ты еб... Отец Ты пришел, чтобы освободить меня? Или ты хочешь надо мной посмеяться? Нет, нет, нет Не Один, Один так и не простил Так же, как и я старый ублюдок Я уничтожу тебя Отец Клюш Твой последний час близок, старик Узник, кого ты заточил в недрах миросмертно Скоро прорвется наверх Прямо в чердоге Асгарна И совершит свою страшную месть Слишком многих ты сбросил со счетом Забытый Меня Моя дочь И все души, посланное в ее царство Лишив нас надежды войти в Вальгалу Ты совершил роковую ошибку Отец Рун Но моим слугам нет числа Омываемые кровью победителя не поднимутся, чтобы сокрушить Асгарс Бегаем по ебаной тюрьме Активировав и открыв ворота Я охуел В прямом, сука, смысле Из чертовых порталах начали выбегать, сука, ехидные скелеты В количестве, сука, много Но вместо того, чтобы пойти в лобовую со мной Они прыгают в жижу В джиджу Поэтому против меня поперла ту его хуча убер-трупаков Мне пришлось изловчиться Но это, блять, не помогало Скелеты спавнились и спавнились А дальше мне пройти мешались ебаные доски Ответ на этот вопрос был прост И вы могли бы догадаться, что нужно сделать Да-да, дорогие мои Надо было просто сломать эти ебаные порталы На это у меня ушло полтора часа Да-да Момент, который можно пройти минут за пять Из-за банальной несообразительности Стал кругом ада Хотя это просто окнуло с моей тупости с детства Наконец, мы настигаем Конрака Конрада Блин, я уже забыл, как его зовут Думаю, вы должны узреть эту величайшую битву ДИНАМИЧЕСКАЯ СИГНАМИЧЕСКАЯ 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 СИ Поебалу, на! Ха-ха-ха! Я... вижу! Ха-ха-ха! Теперь... теперь я вижу всё! О! Благодарю тебя, мой победитель! Мне больше не будет досаждать беспомощность этого бредного тела! Охлынувшись кровь Локи, я переродился в его бессмертный образ! Мой победитель сделал меня непобедимым вождём своей непобедимой армии! Пока ты давал волю в своей мелочной мести, мои воины позаботились о слуга Ходина в Миткарде. Ха-ха-ха! Остался лишь один рунный камень как раз в твоей деревне! Ха-ха-ха! Бедная маленькая деревня! Как жаль, что уже не осталось воинов, способных защитить её! Всё! Это будет лёгкая порядка! Ждать осталось недолго! Но боюсь, что лишь один из нас это увидит! Ты умрёшь прямо здесь, в этой пещере! А я уничтожу последний рунный камень! И буду сражаться на стороне повелителя Локи в величайший избит девяти миров! И в этот момент мы хапнули все части жожи просто за один присест! Мы стали выше, сильнее, шире! Теперь Рагнар Джастарвич спокойно может прыгать на несколько метров вверх и громить площадь врагов! А, нет, не можем! Что ж, и на этом спасибо! Бегаем и замечаем последствия вторжения армии Локи! Я попытался помочь людям! Но, увы, меня ждала судьба фаната Жожи! Меня ненавидели обе стороны! И обычные люди! Другие анимешники! Вскоре мы возвращаемся на родину, где нас ждёт финальный раунд! Что ж? Видишь? Конрак удалось сделать это! Жители деревни пали под натиском моих бесстрашных воинов! Ахахахаха! Предлагаю, в последний раз, решите низ ко мне! Или подохни! Что ж? Подпишись в поглядите, Я мой, Рагнар, как жаль, что ты опоздал. Вот он, Кейт, разручен, и смерть мы потерпели последнее поразение. И уничтожен этот рудный камень. Я освобожу повелителя Локи, и тогда глянет, величайшая избит. Ты сделал это храблейще из моих воинов. Не бойся за обитателей поселка. Они будут в безопасности вдали от гнева лот. Но хаос уже пришел на землю, и грядет великая битва. Плана в Локи нет числа, и день Рагнарога становится все выше. Пусть люди готовятся к испорту, Однако твое место на полях своей отныне будет далеко от мертвы. Продолжение следует... Наконец я прошел руну, и на деле у меня смешанное чувство к этой игруле. Да, это игра моего детства и все такое, но на вещи надо смотреть объективно. Для начала стоит отметить, что это игра своего времени. Здесь вам и молчаливый, послушный главный герой, Абсолютное зло на противоположной от нас стороне, И хэппи-энд, и сука ебучая сложность. Руны сложные не потому, что это антихайповые, Чтобы выделиться на фоне кузовальных игр, о нет. Игра сложная потому, что так делали все в то время. Враги будут насиловать вас на протяжении всего времени. Однако, однако, если вы не будете выебываться и брать врагов хитростью, А не грубой силой, то у вас все получится. Главным плюсом можно выделить дизайн локации, И даже на момент начала нулевых все выглядит очень даже хорошо. Особенно мне понравились локации с мраморными полами, Не особо любимая часть игры. В хель. Из минусов можно выделить отсутствие прокачки персонажа, как таковой. Да, встречаясь с врагами с первых уровней, например с гоблином, скелетами, В конце, те кажутся немощными и слабыми. Но я не уверен, что это незримые, как рука в штанах 13-летнего, сила прокачки. Они банальны разницам в характеристиках оружия из самого Рагнара, Который по ходу игры кушал руны. Также очень сильно бросаются в глаза отсутствие боссов, как таковых. Ну хотя это больше придирка козуала, Ведь, например, главным боссом для меня всегда были Нимихан Гном, Нилс и Бородатый. О нет, самым главным боссом была моя криворукость. Ну вот, ребят, подошла к концу серия роликов про руну. Может быть, они несовершенны? Может быть. Ну вы, это мои первые ролики. Да, все мои ролики несовершенны. Где-то ёбаный голос, есть ёбаный микрофон. Но они первые, поэтому я буду стараться быть лучше и лучше. А может как-нибудь выпущу ремастер первого видео. Может быть. А может и нет. А может пошел ты. Что ж, господа, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментарии, дизлайки. Жмите на колокольчик, чтобы я наконец уже получил монетизацию. Ну и вот, простите за уши. Петрович, помнишь у тебя зимой жена пропала? Да, у меня две новости. Плохая и хорошая. Давай плохую. Мы ее нашли, в реке утонула. А хорошая. Мы с нее ведро раков сняли. Еще раз пришлось. Снегур IDEA. КОНЕЦ